Приветствую вас, Вероника. Смотрите, какая ситуация. Вы обращаетесь к психологам, не к эзотерикам. Для психолога такого понятия, как судьба, наверное, не существует. И, соответственно, то, о чем вы говорите в контексте мистического, да, в контексте эзотерического, в этом смысле мы вам не поможем, потому что мы психологи. Это первое. То есть мы, как психологи, мы не работаем с элементами, с идеями, скажем так, судьб. Вот. Это такой момент, который я хотел, ну, до вас донести. Следующее. Значит, давайте по тексту пойдем. Мы познакомились на работе за границей. У нас сразу возникло общее азимбатие. Мы очень похожи. Я понял, что это мой человек. Смотрите. Во-первых, что вы вкладываете в понятие мой человек? Что вы в это вкладываете? Конкретно. Что для вас такое? Именно ваш человек. Что вы понимаете под этим? Потому что, например, мне представляется, мне представляется. Допустим, что своего человека, ну, своих людей не бывает. То есть мне представляется, что есть. Тот, кто вызывает у вас на данный момент симпатию. Да, вот есть такие люди, кто вызывает у вас на данный момент симпатию. И вам, соответственно, ну, вы, соответственно, испытываете как определенные чувства. Вот. К этому человеку. Вот. И, в принципе, все. То есть мне видится эта ситуация, вот, в большей степени, наверное, такой. Что вы понимаете под вашим человеком для меня вопрос. И мне кажется, что в этом направлении нужно, ну, это направление нужно поисследовать. Потому что вполне вероятно, что вас это немножечко может, ну, сбивать с мыслей, да, с пути. Вот. Может вам это как-то вот мешать. Более, может быть, естественно, что ли себя вести в этой ситуации. Дальше. Так, стало ясно, что у нас тянет друг другу. Он мне сразу признался, что у него есть девушка дома. Она приглашает общение, но не смогли хоть пытаться. Ну, здесь, я бы сказал, что здесь, в какой-то степени, может быть, имеется место, быть, такое вот, безответственное поведение по отношению к вам самой. Я в этом не уверен, но мне так это видят. То есть, да, вы вроде поговорите, что я там знала, что у него, что у него девушка. Я знала, вот. Ну, это на самом деле, как бы, ничего не значит, да, потому что, в итоге, в итоге, в итоге, в итоге, вам больно, больно. В итоге, в итоге, в итоге, вам тяжело. В итоге, в итоге, в итоге, вам как-то плохо, что ли, в этой ситуации. Вам странно плохо. И, как бы, ну, мало толку от того, что, вот, вы говорите, что, там, что я знала, что-то и так далее, да. Вот. То есть, вы, вроде бы, с человеком, да, вроде бы, в то же время, вроде как, вы его, получается, не можете, а вот, ну, принять. Таким, таким вот, какой он есть, то есть, в том смысле, что вы не можете его принять, а, то есть, он, ну, неполноценный фрам, да, вот. Здесь важно сказать, а, что, я не считаю, я не считаю, что вы должны, а, принимать его, я не считаю, что вы должны, а, ну, принимать то, что он не только фрама. Но, здесь вы сами не готовы сделать выборы, как мне кажется. Сами не готовы, если не готовы решить, пока, чего же я, собственно говоря, хочу. Вообще. Вот, и что мне, собственно говоря, ну, да, хочу я быть с ним. Хорошо. Но, если я хочу быть с ним, да, то есть, как бы, готовы ли я к тому, что он, может быть, не уйдёт от своей девочки, потому что оправдание будет всегда. Вот, открыть общение мы не смогли, хоть пытались. Ну, здесь я бы, конечно, немножко более, эээ, как-то более развернутым, что ли, а, наверное, постарался бы раскрыть, что значит, пытались, но не смогли. Да? Ну, то есть, ну, то есть, ну, вот, что это значит? То есть, как бы пытались, почему не смогли, и, эээ, так далее. То есть, опять же, поймите правильно, поймите правильно. Я вот не, ну, я вот не обвиняюсь сейчас, да, как бы, обвинять вас, ээ, моей задачи не стоит. Ну, вот, я просто хотел бы вас, ээ, ну, понять, да, я хотел бы именно понять вас, именно понять вот, что происходит. Эээ, ну, с вами, да, и так далее. Дальше, ээ, значит, продержались неделю, он стал моим первым, эээ, я ему вас употребляюсь и хотел максимально уберечь свои чувства, понимал, что мы не будем вместе. Эээ, ну, здесь, эээ, то, что он был у вас первым, конечно, эээ, эээ, ситуация злодня, стоит говорить, ээээ, в том смысле, что от него, как, как от первого своего мужчины, вы, эээ, чего-то ждали. Скорее всего. И, эээ, крайне важ, крайне важный момент, чтобы, эээ, вы отдавали себе отсчет, в том, чего, чего вы, эээ, ну, чего вы ждали, или чего вы ждете от желающих. Человек. Это крайне важный момент. Почему? Это крайне важный момент. Потому что, эээ, та боль, эээ, вот, которую, которую вы испытываете, эээ, связана, эээ, в том числе, в том числе, и с тем, что вы, ээээ, чувствуете, что, ваши ожидания, которые, вот, ну, у вас есть, они не обрадуются. И, ээээ, вполне возможно, что они и не могли оправдаться, и не могут оправдаться. Но вы этого ждете. И здесь можно говорить о том, конечно же, как вами ваши ожидания, эээ, воспринимаются. Дальше. Значит, эээ, я ему, я ему признаюсь, и сейчас хотела максимально уберечь свои чувства, понимаете, что мы не будем вместе. Ну, то есть, здесь вы уже, эээ, по сути, говорите о том, что, эээ, даете себе, себе отчет к том, что, эээ, чувства, эээ, могут, эээ, причинят боль вам, могут, ээээ, причинить боль. Осталось, ээээ, только понять, эээээ, что за боль, да? То есть, почему боль, как-то, возможно, что, эээ, чувствам, могут причинить боль. Вот. Говорим ли мы здесь на самом деле про любовь, или мы говорим здесь про какие-то другие вещи, про какую-то другую историю, например, про пожелание обладать человеком. Дальше, значит, так. Ээээ, конечно же, ничего не вышло, я влюбилась, но, говоришь, ты тоже. Ну, вот, эээ, влюбленность, как она есть, эээ, тоже, ну, на мой взгляд, требует, эээ, так, какой-то работа. Ну, вот. Просто влюбленность, это страсть, это идеализация человека, то, что вы сейчас делаете, это желание того, чтобы он, эээ, человек, я имею в виду, вам принадлежал, это не всегда возможно. Дальше. Эээ, так, он говорит, что тоже, когда я сны, не могу себя контролировать, у меня переполняются чувства. Ну, это, это страсть, это страсть и фория. Вот вы меня извините, я заранее вас прошу прощения, вот, эээ, возможно, что там говорится, что я вам, эээ, говорю. Ну, вам не нравится, вот, но, как бы, обращаясь за помощью, я надеюсь, что вы отдаете себе отчет, что не только какие-то приятные вещи вам будут говорить. Вот. И дальше, значит, эээ, так, меня переполняют чувства, какие чувства. Сейчас мы вернулись домой, он говорит, что хочет быть со мной, никуда меня не отпустят. Ну, это, опять же, вот, здесь совершенно собственничество, да, то есть я с твоей девушкой, эээ, я, там, ну, условно говоря, эээ, условно говоря, эээ, ну, что там, не знаю, я, эээ, встречаюсь, точнее, живу, даже не встречаюсь, а живу, эээ, со мной, вот. Ну, и ты мне, как бы, там, тоже, тоже нужна, вот. Ну, на мой взгляд, это, эээ, такая достаточно позиция, эээ, ээээ, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ну, это так или иначе решать вам, я просто здесь говорю о том, как это именно выглядит со стороны, как это выглядит. Дальше. Так, значит, у них общее жилье, родственники совместно обратно, а платники вообще ждут вас. Вы говорите, что очень будет переживать, поэтому бурл не может сейчас этого сделать, так и сборченого года в сфере. Смотрите. Ваш мужчина, это такой человек, как бы, ну, жертва в какой-то степени, потому что он берет ответственность за других людей. Вот. Чрезмерный ответ. И это, к сожалению, будет, будет всегда так. Так будет всегда. Ничего не изменится, к сожалению. У, ну, вот, вот, у молодого человека, да, ничего не изменится. Вот. 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 И. Вопрос заключается в том, готовы ли вы с этим мириться, готовы ли вы? Как бы принять человека таким. Дальше. Он переживает за ее чувства, и обязательно это сделает. Ну, опять же, здесь, как бы, это вот то, о чем я говорю. Мы зазваниваемся, переписываемся к одни, старается делить не максимум внимания, говорить, что вот видите, все, будущее только со мной. Меня эта ситуация морально убивает. А внутренне, я понимаю, что никого не было неровно влюбиться, чтобы у него в отношениях кто был огражден, он бы тоже не посмотрел на меня. Другое. Разве не на чужом счастье, не счастье построить? Ну, счастье, не счастье, это такие эфемерные понятия. Вот. И, говоря о чужом несчастье, вы скорее говорите о жертвенности. То есть, вы упускаете в виду, что быть где-то это выбор человека. И девушка, она не могла не знать о том, что у ее, как мужчины, да, ну, что-то не так, с чувством к ней. Она предпочитала сделать вид, что ничего не происходит. Это, условно говоря, ее выбор, это, условно говоря, там, ее право, вот, так, ну, так говорить, так делать, это ее право, исключительно. Но. Есть важный момент, что это выбор. И быть в несчастье, в таком, вот в таком случае, это тоже выбор. Единственное, что, то есть, вызвать выбор не ответственный. Единственное, что здесь на самом деле, ну, вот, негативно для вас, это, наверное, то, что молодой человек из одних отношений сразу пришел в другие. То есть, по сути, он находится сейчас в нескольких отношениях сразу. Вот это, пожалуй, только негативная история, потому что, лучше все-таки ему побыть по одному. Вот. Это, ну, вот, единственное, что он, единственное, что может быть, единственное, что он действительно может, ну, как-то, ну, повлиять негативно на ваши отношения. И, в принципе, все. В остальном, нет, нет, еще раз, нет. Но, как я сказал, да, счастье, это исключительно выбор, выбор людей, выбор кадров. Вот. Скорее уже вы говорите о некотором чувстве вины и в чувстве ответственности. Вот. Ну, в своем, в своем чувстве, в своем чувстве ответственности. Ну что. Дальше. Эм, так. Когда нам в седя в этом количестве много лет ему было просто, комфортно, было под ощущение, хотя я не был этим довольный, и понимал, что нас отменять не меняло. Только встретив седя, понял, что надо что-то делать, получил доллар, до чего захотел меняться. Ну, это, опять же, с позиции не самостоятельного человека. Я боюсь, что доля инфантильности присутствует в молодом человеке. По крайней мере, это такая вот некая инертность, да, может быть, прямо не инфантильность, но инертность определенная присутствует. Вот. И, ну, опять же, это скажется в дальнейшем на ваших отношениях. Так или иначе. Эм, так. Значит. Эм. Это только тоже от меня, что он мне рассказал. Кому-то, я боюсь что-то расспрашивать. Это для меня все очень больно. А чем больно? Вот с ощущением боли можно и нужно поработать, в общем-то. Потому что боль, это, ну, это свидетельство того, что чего-то вы не отознаете и к чему-то вы не выработали свое отношение. Дальше. Я люблю этого человека, очень хочу быть с ним. Хочу быть с ним и любить не одно и то же. Даже вы пишите, что вы влюбились. Вот вы пишите, что двадцать седьмого, двенадцатого. Вы познакомились. Ну это, я так думаю, да. Потому что вы, ну, в любом случае, вы недавно только познакомы. Вот. И Алексей говорит рано. На самом деле. Вот. То есть вы хотите быть с ним в Вере, но здесь важный момент, чего именно вы хотите. Что именно вы хотите. Последить за своим желанием. Окей. Хочу быть с ним, чтобы что. Что мне нужно в этом. Где я в этом. Где я, именно я в этом где. Так. Дальше. Значит. Это, кстати, очень сильно сказывается на моем душевном телечном состоянии. Стресс. Да. Страхи. Опять же, проще вот это вот число собственничества, о котором я говорил. Назрание меняется от эйфории до слезы секунды. Ну, это, опять же, это самостоятельная у вас такая особенность, или это только вот, ну, только сейчас такая история. Я в растерянности, сопутывался с совестью, понимая, что прямой выдачный, он с ней не расстанется, так как я обычно не могу. Но это, в общем-то, у меня больше зависимость на Вероника. Это больше зависимость и, соответственно, вам даже, ну, зависимость от человека, которому что-то не хватает. Вот. Дальше. Что мне делать? Ну. Что делать с тобой? Что? Какая цель? Я не могу побороть эти чувства. Ну, чувства поборовать не может никто. А поборовать чувства не стоит. Разбираться с ними и учиться грамотно выражать – это наше выгодство. Так. Боюсь, что, напротив, взглядом инстанта еще хуже, чем есть сейчас. Если отказаться от него, тоже мысль заключает себя об этом. Люди, которые приходят в нашу жизнь – это либо цепа, либо опыт. Да, либо опыт. Ну, интересное утверждение, то есть как психолог я могу здесь возразить, сказать, что судьба – это очень странная история, которая граничит с обреченностью какой-то. А вот. А опыт, опыт человек может и не извлечь. Вот. Как я могу отпустить свою судьбу? Ну, снизить зависимость, то есть работать в вашей потребности сферы, например, как варианты. Если опыт – какую цену я за него заплачиваю – это вопрос к эзотерикам, мне кажется, потому что только они предсказывают будущее, судя по их славе. на этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи! Спасибо.